Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие. На каникулы с 28 марта по 5 апреля президент отпустил миллионы людей. На работу будут ходить только те, чьи труд влияет на жизнеобеспечение соотечественников. То есть хлебопёки, врачи, энергетики остаются на передовой. Работать будут и банки, и отделения почты. Пенсии и социальные выплаты все получат в срок. Детские сады будут закрыты. Президент лично попросил всех сидеть дома. Хотя карантина в России по-прежнему нет. Ну не карантин, но тем не менее все прекращают работу. А возможно будет такая ситуация, что именно на следующей неделе в Москве будет пик. А пик, например, развития заболевания в Сибири или на севере, в крае, он будет через 2-3 недели. Нам нужно будет именно в тот период закрывать предприятия, людей отпускать домой. Поэтому я всё-таки в этом вопросе не очень согласен с президентом. На мой взгляд, было бы правильно отдать это на откуп субъекта федерации. Оплачивать каникулы для населения будет бизнес. Зарплата сохраняется. А тут ещё и Роспотребнадзор рекомендовал закрыть большинство общественных мест. От кафе и ресторанов до кинотеатров и бассейнов. Государственные учреждения культуры и досуга закрылись полторы недели назад. Убытки терпят все, но хуже всего придётся малому бизнесу. Особенно если режим ужесточат. Частный сектор в первую очередь, те работники и те компании, которые не финансируются за счёт бюджета, будут терпеть очень существенные убытки. И пока из среди мер, которые приняты на сегодняшний момент, ни одна, на мой взгляд, не поможет им выжить в сложившейся экономической ситуации. Но бизнес, причём не только из списка особо пострадавших, куда попали, например, туристические компании, получат свои преференции, обещает президент. Каникулы по уплате налогов, а микропредприятия и на уплату социальных взносов. Правда, стоимость анонсируемой поддержки пока ещё даже не брались посчитать. Но по оценке министра финансов Антона Силуанова, если взносы от бизнеса снизятся всего на 1%, бюджет потеряет 200 миллиардов рублей. Получается, противокоронавирусные меры Путина потребуют сотни миллиардов рублей дополнительных расходов из казны. Но пока правительство на борьбу с эпидемией направило только 300 миллиардов рублей. Видимо, поэтому президент предложил ввести новый налог на доход от процентов по миллионным вкладам, ценным бумагам и по переводам денег за рубеж. Срочное обращение президента люди послушали и сделали свои собственные выводы. Ну, пока это только слова. На деле, что касается малого бизнеса, то там не так всё хорошо. Но на самом-то деле, просто когда узнаёшь это уже поглубже, там всплывают всякие подводные камни. Бережёного Бог бережёт. Ни президент, никто нас не защитит, если мы сами не будем к этому готовы. На карантин? Не, почему я буду придерживаться? Я вот даже если что, вот, пожалуйста, могу всегда прикрыться, допустим, или прикрыть, если вдруг чихнуло. А так у меня всё прекрасно. Между тем, Красноярск в разгар пандемии живёт обычной жизнью мегаполиса. Медицинские маски превратились в тренд, но массово носить их горожане не стали. А в торговых центрах по-прежнему многолюдно. Вряд ли горожане массово самоизолируются на следующей неделе. Тем более, что прогноз погоды на начало апреля очень благоприятный. Клава Десельмаховича, Евгений Шиповский и Андрей Ткачук. Афонтова. Новости. Субтитры подогнал «Симон»